Взгляните на это. И что вы видите? Согласитесь, не похоже на страницу авторизации на WordPress. В этом видео я хочу показать вам плагин, который позволит вам абсолютно изменить страницу авторизации на WordPress, поставить свой логотип и сделать все поинтересней. То есть вы видите, можно использовать видеофон, можно использовать просто цвет заливки, можно просто использовать статичное изображение под ваш дизайн сайта. Нет времени разобраться в тонкостях сайтостроения? Звони прямо сейчас. Телефон, кстати, вот здесь вот сейчас будет. Звонить, кстати, можешь бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Создадим тебе суперсайт. А я возвращаюсь к теме урока. Поехали! Итак, зачем это нужно? По сути, эта страница, ее мало кто видит. Когда вы авторизуетесь как администратор, если, конечно, у вас на сайте не организована страница регистрации на сайте, чтобы каждый мог регистрироваться. Это нужно, когда вы сдаете, например, сайт клиенту. Сам клиент может попросить брендировать страницу, да, чтобы она была более опрятная и красивая. Или просто надо сделать так, чтобы человек не понял, на каком движке сделан сайт. Ну, конечно, если человек смышленый, он рано или поздно все равно поймет, что это сделано на WordPress, потому что, заходя в админку, все равно там у нас ничего не меняется. В общем, все равно это полезная вещь, я считаю, и хочу рассказать о бесплатном плагине. Давайте рассмотрим, как он называется и как его настроить. То есть вот так вот сухо выглядит страница авторизации на сайте. Вы прекрасно знаете. И то, что я вам показал, просто небо и земля. Давайте посмотрим, как называется данный плагин. В поле поиска плагинов просто можете написать LoginPress. Вот так он выглядит. Custom LoginPress, Customizer LoginPress. Вот он. У меня он уже установлен, я нажимаю его активировать. Как только мы его активировали, он появляется здесь в меню. Переходим в настройки. Дабы он на русском языке. Он не только полезен внешним видом админской части WordPress, но еще здесь есть полезные опции, например, сессия. Можно задать сессию, ноль сессия не задана, чтобы через, например, 10 минут автоматически разлогинить человека. Это нужно в качестве безопасности. Ну, если вы поставили там защищенный плагин для сайта WordPress, в принципе, и вам мешает вот эта сессия, да, то лучше не ставить ее. After Remember Me, то есть автоматически запоминать, когда вы авторизовались, вас запомнила система, чтобы вас больше не разлогинило. Если хотите включить, то ползунок вот этот переключаем сюда. Дальше настраиваемое поле пароля, порядок входа. Можно изменить, то есть only только username, то есть логин. Only email address, то есть вот этот только email адрес вводить. Ну, здесь просто надо поиграться, посмотреть, поавторизоваться, что для вас будет интереснее здесь. И другие опции. Далее здесь мы что еще имеем? Настройки. Это и есть как раз уже кастомайзер, открывается с нашими настройками. Давайте мы сейчас сюда еще вернемся. Дальше помощь, импорт и экспорт настроек. Это если у вас несколько сайтов, вы здесь собрали страницу авторизации красивую, и можно настройки экспортировать на другой сайт с этим же плагином, чтобы еще раз это не настраивать, да, сразу получить готовую страницу. Ир-аддоны рассмотрим в этом видео чуть позже. Вернемся к настройщику. Изначально у вас, конечно, будет это выглядеть не так. Здесь мы заходим. Первое, давайте, темы. Вот эти темы все премиум готовые. И даже можно заказать, связаться с разработчиком свою тему на именно вот эту страницу авторизации. Есть только одна тема. Дальше. Логотип. Вообще можно отключить его, видите, чтобы не выводить. Но если хотите брендировать, то здесь вы просто загружаете с компьютера свой логотип. Дальше параметры ширина, то есть уменьшить логотип. Все здесь можно настроить. Адрес логотипа, тайтл и так далее. Далее фоны. У вас вот так вот, если все выключено, здесь можно задать любой цвет фона. Если цвет мы не используем, то мы можем переключиться и выбрать из готовых изображений задний фон. Или загрузить собственный. Также можно включить видео-бэкграунды. Здесь просто загружайте в видео-мпак 4 небольшого размера. Все просто, да? Вставляем и смотрим. Дальше мы можем, кстати, мышкой наводить. Видим карандашики, чтобы править, например, размер полей. Вот кнопка, например. Нажимаем вот на этот карандашик. Сразу здесь видим настройки. Вы видите, я цвет уже делал свой произвольный. Например, при наведении фиолетово. Сейчас она синяя. Вот здесь вот цвет при наведении. Вот зеленый. Ну и другие параметры. Думаю, здесь разберете. Все на русском языке. То есть размер, вы видите, кнопки можно уменьшать там. Внутренние отступы. Скругленные края, видите. Все можно просто настроить. И будет абсолютно не WordPress, да, вход. Абсолютно что-то другое. Например, все сделали, обновить. И еще важный аддон бесплатный, который мне, в принципе, он прям уместный. Мне понравился он здесь. Выходим из кастомайзера. Вот здесь, видите, наш плагин и вот аддоны. Вот эти все остальные аддоны, вот тут, видите, пометка free, бесплатно. Остальные все, я так полагаю, платные. Но я точно не смотрел еще. Может быть, здесь какие-то полезные аддоны еще есть. Возможно, в следующих видео разберем. Вот этот free, он выключен. Мы его вот сюда вот переключаем. Ждем. Все, он включился. Что он дает? Переходим в меню. Здесь появляется логин позиция в меню. То есть мы можем организовать на нашем сайте с этим плагином публичную, так сказать, регистрацию на WordPress. На WordPress как бы это ни задано, да. Обычно входит на сайт в админку администраторы, редакторы самого сайта. Но если вам нужно прямо на фронтальную часть сайта вывести форму авторизации, регистрации на сайте, то вот этот плагин как раз-таки тоже решает эту задачу. Раскрываем этот список и решаем, что мы выводим. Например, login in, то есть войти, login out, выйти. Если вы хотите еще пункты добавить в меню, чтобы человек мог разлогиниться с сайта. Login in и login out, то есть вход и выход, профиль и регистрацию. Например, я хочу добавить войти на сайт и еще регистрация на сайте. Нажимаем. Два пункта добавляется. Раскрываем login вход. Здесь по-русски переменуйте. Например, вход. Готово. Сворачиваем. Но вот это я не буду переименовывать. Вы здесь переведете регистрация. Только регистрация будет под пунктом меню от входа. Например, так хочу сделать. И нажимаем сохранить меню. Идем на сайт. Пока мы авторизованы, мы здесь этого не увидим. С фронтальной части сайта я нажму выход. Перейду, например, на главную страницу. И для обычного человека, который только зашел на сайт, у него будет возможность, видите, увидеть пункт меню вход и регистрацию. Вход. Он сможет войти, если он уже был ранее зарегистрирован. И регистрация, если он первый раз. В данный момент регистрация запрещена. Потому что в настройках движка самого WordPress регистрацию я отключил. То есть, если вы делаете регистрацию на сайте, то вы в настройках это включаете. Тогда вот это сообщение здесь пропадет. То есть, вот так вот просто круто. Один плагин решает просто массу задач. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok